Отец передач «Час пик» «Взгляд» скончался 22 года назад в подъезде собственного дома. Влад Листьев был убит, и преступников, которые это совершили, так и не нашли. В прошлом году ему исполнилось бы 60 лет. У Листьева осталась жена, дизайнер интерьеров Альбина Назимова. Через три года после смерти мужа Назимова вышла замуж снова. Её избранником стал продюсер и телеведущий Андрей Расбаш. Их брак стал рушиться с того момента, как у них родился сын Иван. Тогда мужчина закрутил роман с коллегой Ксенией Мишоновой. Альбина его отпустила, а несколько месяцев спустя он умер. Как рассказывал в своей книге Додалев, «Сейчас Назимова вполне счастлива с новым мужем». В прошлом году стало известно, что Альбина замужем за гонщиком-иллюстратором Александром Русиновым. Этот мужчина состоятельно и обеспечил хорошей жизнью своего сына Рому, который сейчас является одним из лучших гонщиков страны, а также и супругу Альбину, в которую влюблён около 10 лет. Они долго подыскивали идеальное жильё и в итоге поселились в особняке у подножия Пиренейских гор. Недавно в интервью Назимова призналась, что место, где они поселились, райское. Ей спокойно и хорошо дышится и больше она ничего не хочет. Мать второй жены Влада Листьева, Александра Лялина, говорила, что Назимова страшный человек и с ней лучше не связываться. Она уверена, что вдова знала о том, что телеведущего убьют. Коллега погибшего Влада Листьева Евгений Додолев рассказывал, что в компании третью жену Влада приняли насторожно и прозвали Ночка. Он также вспомнил, что с подачи этой женщины была сделана эмблема телекомпании ВИД – маска, наводившая ужас на детей и взрослых.